Вице-премьера Серик Жумангарин и руководство Министерства сельского хозяйства проверят все регионы в период посевной кампании, в особенности районы с высоким риском распространения стадной саранчи. Заместитель премьера уже выехал в Туркестанскую область. Он ознакомился с фитосанитарной обстановкой и оценил состояние посевной области. Министр сельского хозяйства находится в Кустанайской области, где также пройдет ряд встреч с аграриями по ключевым проблемам отрасли. В фокусе оптимальные сроки сева, охват фермеров льготным кредитованием, разъяснительная работа по гарантированию займов аграриев и ход отгрузки удобрений. В Беларуси проходят рейды безопасности труда. Особое внимание к местам работы, где могут произойти несчастные случаи. С начала года в организациях Минска нашли больше 4000 нарушений. Не помогают даже частые проверки. На смену одним нарушениям приходят другие. Это чревато не только штрафами. За прошлый год в стране на работе травмы получили 1850 человек, что на 4% больше по сравнению с 2022. Такие рейды проходят постоянно. Проверяют не только строительные, но и другие организации. К конспекторам присоединяются работники МЧС, профсоюзов, центры гигиены и прокуратуры. Штрафы не выписывают, но за работы над ошибками следят строго. 2024 в Беларуси объявлен годом безопасного труда. Цель – выйти на нулевой травматизм по всей стране. Если повторяются у нас нарушения, мы направляем тогда уведомления в надзорные органы, для того, чтобы надзорный, в свою очередь, орган вышел с внеплановыми контрольными мероприятиями. И если будет такая необходимость, начал административный процесс. Режим ЧС регионального уровня ввели в Якутии из-за ухудшения паводковой ситуации. По данным МЧС России, на трех местных реках началась активная фаза ледохода. Затоплены 650 домов в 16 населенных пунктах. Идет эвакуация населения. В спасательных организациях задействовано 400 специалистов и 90 единиц спецтехники. Глава Якутии поручил принять меры по восстановлению подтопленных зданий и обеспечению населения социальной и медицинской помощью. Принтер, получивший название «Фабрика будущего 1.0», предназначен для решения проблемы нехватки жилья и строителей в США. Дом он может напечатать за считанные дни. Такое жилье хотят создавать для малообеспеченных семей, которым грозит выселение. Принтер также могут применять и в других отраслях, включая военную и оборонную промышленность, а также судостроение. Эта конкретная машина на самом деле не просто принтер. Ее действительно можно назвать гибридной производственной ячейкой. Так. Китай в ответ утверждает, что никакого избытка мощностей у него нет. Есть только преимущества в качестве и количестве. Технологии они не воруют, а разрабатывают сами. В ответ на нововведение Пекин требует беспрепятственного доступа на американский рынок и обещает не оставлять действия Белого дома без ответа. Однако слова Байдена выглядят не такими угрожающими по сравнению с обещаниями Трампа. Последний грозится ввести тариф 60% на весь китайский импорт, если выиграет выборы и вернется в Белый дом в 2025-м. А заодно начать торговую войну с союзниками и обложить всё, что они продают США, пошлины в 10%. Скажется ли повышение тарифов на двусторонние торговли, пока не ясно. Однако Пекин грозит, что они точно повлияют на отношения между двумя странами. Китайское правительство по-прежнему предоставляет своим компаниям субсидии на производство полупроводников, электромобилей, солнечных элементов и даже медицинского оборудования. Таким образом, китайские компании постоянно выпускают и наводняют мировой рынок дешёвыми товарами, тем самым вытесняя других производителей. Мы этого больше не допустим. Я дала понять, что президент Байден и я больше не примем такую реальность. Когда мировой рынок наводнён искусственно удешевлённой китайской продукцией, жизнеспособность американских и других иностранных компаний подвергается сомнению. Соединённые Штаты подавляют передовые отрасли других стран под лозунгом избыточных мощностей и занимаются протекционизмом под предлогом честной конкуренции. Они нарушают принципы рыночной экономики и правила международной торговли. Это вопиющий акт запугивания и гегемонии. Китайский автопроизводитель запустил производство электрокаров в Мексике. Правительство Соединённых Штатов обсуждает с представителями автомобильной отрасли вопросы о возможных пошлинах на импорт товаров из Мексики.